ГРОМАДСКИЕ ТЕЛЕБАЧИНИ ГРОМАДСКИЕ ТЕЛЕБАЧИНИ ГРОМАДСКИЕ ТЕЛЕБАЧИНИ а его жена была иностранка, швейцарка, и для людей, иностранцев в нашем городе тогда было небезопасно быть. И просто в фейсбуке написал, помог эвакуироваться двум семьям. И сразу народ начал звонить, спрашивать, как могли бы помочь нам. И я понял, что нужно как-то отвечать на нужды людей и помогать. При эвакуации сегодня я могу большие тренинги делать, семинары на эту тему, но важно ответить на два вопроса. Первый, куда люди будут ехать, потому что когда человек знает куда ехать, ему нужно просто покинуть зону боевых действий. То есть ответить на второй вопрос, как покинуть. А если у человека некуда ехать, нет денег, нет возможностей, нет родственников, то ему нужно найти, куда же все-таки он мог бы попасть. Ну и отвечая на первый вопрос, куда, я попросил, чтобы моя жена начала этим заниматься. И она принимала сотни, реально сотни звонков от людей, которые хотели бы принять, организации, которые хотели бы принять людей. И точно так от тех, кому некуда было ехать. А я занялся ответом на вопрос, как. Мы организовали выезд людей, люди записывались. То есть наша цель была помочь, прежде всего, мамочкам с детьми, людям пожилого возраста. Ну вот так вот у нас начался процесс. Действительно, по самым скромным нашим подсчетам, мы вывезли из Славянска порядка 3,5 тысяч человек. За время всей эвакуации, мы продолжаем это делать и сегодня, эвакуируем людей из Горловки. Лучше сказать, до пятницы сегодня мы не смогли эвакуировать, так как все заблокировано со стороны Никитовки. Где-то по нашим самым скромным подсчетам около 7 тысяч человек. Но 6,5-6,8 тысяч мы помогли оставить в зону боевых действий. В период очень сложный в городе, когда уже были реальные бомбежки, наша команда заезжала в город, мы завозили продукты и вывозили людей, эвакуировали людей. Уже сложно было как-то фиксировать людей, принимать звонки, поэтому мы просто назначили два пункта сбора. Это место возле городского бассейна и место на микрорайоне Артема, декор-сервис в 9.30. Каждый день просто люди уже собирались, мы листовки раскидывали, расписывали, наклеивали. И все, кто приходил, мы всех их эвакуировали. Вот, ну вот, как-то вот так вот. Мне вообще удивительно, в то время находились боевики с огромнейшее количество блокпостов. Как вообще получалось договариваться с этими людьми, чтобы... Ну, всегда это определенный уровень напряжения. Некоторые люди наши были невъездные в город, например, как я. Я эвакуировал до какого-то момента, пока моего друга забрали в подвал СБУ, и я понимал, что следующим буду я. И действительно, некоторые сочувствующие там и сополчения сказали, что если бы пастора бы не выехали, то они бы уже вообще не выехали из города. Поэтому я находился какое-то время уже за городом, и всю работу организовывал, находясь в Святогорске, возле последнего блокпоста, это в районе комбикормочного, там, Макатых. А у нас там был перевалочный пункт. То есть легковыми машинами мы забирали людей из города, вывозили за город, пересаживали в бусы, дальше везли в Святогорск, везюма, лежачих больных в Харьков. Ну и там дальше уже была логистика вот такая. Поэтому сложно это было, нам приходилось договариваться как с ополчением, так и с Нацгвардией. К сожалению, за время оккупации мы потеряли 4 автомобиля, четверо наших людей сидело в подвале СБУ. Слава Богу, вот с нашей командой все остались целыми, нерастрелянными. Последние 3 недели наша машина не запускала Нацгвардия в город, потому что каждое утро мы были затаренными продуктами, медикаментами. В городе, кстати, был большой спрос на медикаменты, но люди нам звонили на все горячие линии, на разные фонды. Все равно все стекалось к нам, кто конкретную работу делал. И с просьбой помочь медикаментами, помочь продуктами. И поэтому в свое время мы в городе открыли, когда мы увидели такой поток, что логистика сложная, открыли просто бесплатную аптеку в районе Терцентра, это был Вольная 7А. Мы просто туда завозили медикаменты, звонили людям, что вы можете туда прийти и получить то, что вам нужно. Ну, по мере того, сколько у нас было чего. И так вот, Нацгвардия тоже не запускала машины с продуктами. Они считали, что мы почему-то кормим ополчение и так дальше. Ну, короче, были свои сложности, и поэтому нужно было преодолевать сложности. И с одной, и с другой стороны, мы позиционировали себя, и сегодня позиционируем, что наша основная помощь, это просто мирным горожанам Славянска, Горловки, ну и другим городам. На сегодняшний день мы эвакуируем людей частично с Луганска, частично. В основном наш поток был Горловка, и мы много помогаем в районе Первомайска. Там есть золотой такой поселок или городок, где много переселенцев. На данный момент порядка 130 детей только до 3 лет. То есть родители, другие дети есть еще. Потом Красногоровка, это возле Курахова, Донецкая область. Нам позвонила одна женщина как-то и рассказала, что критическая ситуация в Красногоровке, и дети голодают. Мы собрали бус продуктов, отвезли туда, увидели собственными глазами, что это правда. И после того, ну минимум 3 раза в неделю уезжает туда бус загружен хлебом, продуктами, средствами гигиены. Ну, как-то пытаемся людям помочь. К сожалению, там уже месяц, типа украинская власть, но ни власти, ни света, ни газа, ни воды. Людям приходится готовить просто на кострах еду, поэтому любая наша помощь, она востребована. А большая у вас вообще команда работает? Это вас на базе веры, да? Ну, знаете как, я же пастор церкви. Когда у пастора есть паства, и ты же апеллируешь к этим людям. Мариш, кто хотел бы, кто мог бы помочь? И вот так у нас все началось. Мы, большая наша группа была в Святогорске в лагере, и там, в принципе, самоорганизовывали этот лагерь. Если так все посчитать, вот команда, которая, мы же принимали людей невоцерковленных, нам все равно, кто был. Главное желание помочь людям. То это где-то порядка 150 человек, которые в разной форме были задействованы, чтобы служить людям. Сегодня это немного сократилось, потому что лагерь мы передали, Святогорский лагерь, передали другой группе людей, которая содержит его, принимает. Наша команда уехала в город. Ну, сегодня мы занимаемся восстановлением жилых домов, помогаем людям. На данный момент 51 объект. Каким-то образом мы или помогли восстановить, или сами восстановили. Это разные объекты, начиная от просто вставить стекла и заканчивая, ну, таким серьезным строительством. Например, детский приют Паруса Надежды, он был абсолютно разбит, так что плиты перекрытия попадали, и происходит восстановление его сейчас. Мы готовим также объект для принятия переселенцев. Мы рассчитываем, что в следующие 3-4 недели мы закончим, сможем принять порядка 70 человек в нормальные условия, для того, чтобы люди могли пережить зиму. А в чем сейчас существует у вас самая большая потребность? Самая большая потребность, вот, та, которая есть у нас в городе, это как раз стройматериалы. Так как государственной, как такой программы нет, или я минимум о ней не слышал, но стройматериалов я не видел в городе. Это касается в основном крыш, то есть шифер, рубероид, гвозди, металлочерепица, вот все, что с этим связано. И вторая тема, это стекла. Поэтому много есть разных организаций, которые много говорят об этом, ну и уже, наверное, подходит к какой-то стадии решений. Но то, что мы смогли сделать, было несколько организаций, которые в самом начале поддержали, это фонд Рената Ахметова развития Украины. Они помогли и дали целый грузовик шифера, который мы смогли помочь людям, это 12-13 домов восстановить. И у нас была возможность с металлочерепицей, точнее, с металлочерепицей и с металлопрофилем. И вот этот объем, который с 52 объектов, мы смогли где-то 12 или 13 домов помочь с металлопрофилем. Среди них такой объект, как в райгородке, 12-квартирный дом большой, туда нужно было 800 квадратных метров металла передать. И мы передавали с условием, что тот шифер, который они уже собрали, они отдадут людям на селезневку. То есть председатель отдаст, он пообещал это, и я надеюсь, что он выполнил. Ну, поэтому самая большая потребность сегодня в стройматериала, который мы могли просто помочь людям восстановить жилье. Вы знаете, что еще очень интересно узнать, это насколько Славянск восстановлен? То есть можно ли говорить о том, что осталось там месяц до того, как будут восстановлены те пробитые дома, орудия? Ну, если сказать, что Славянск восстановлен, что мы считаем стартовой точкой? Если мы заехали 5-го числа, и город был в ужасном состоянии, провода висели, среди... Вот целый день мы развозили людям продукты, и я за целый день встретил, кроме наших машин, две других. То есть город пустой, люди голодные, холодные, без... Дочь как раз шел, несмотря на лето, и как-то все выглядели в куртках, удручающее зрелище, буквально без света, без газа. То сегодня никто заезжает в город в гости, говорят, а что, у вас была война? Если ты только повезешь их в районы, где жилой сектор разбит, там практически везде есть разбитые дома. Это на микрорайоне Артема, и на Целинке, и на Семеновке, и на Селезневке, и там в центре есть жилые дома. Только там можно увидеть еще, ну, реальные повреждения, такие большие. И, конечно, вот там нужна помощь. Вот поскольку вы являетесь пастором, скажите, вам приходится общаться с людьми на уровне, скажем так, эмоциональном, да, контактировать с ними. В каком вообще состоянии находится сейчас город? То есть люди, не кажется ли вам, что люди изменились, что произошло после этого? Какие сейчас люди в Славянске? Мне кажется, что людей сегодня, особенно вот в таких городах, как Славянск, дальше будет Горловка, или другие города, важно объединять не вокруг вот такой национальной идеи, например, проукраинской. Или же, ну, тем более не пророссийской идеи. Людей важно объединять вокруг идеи, как лично я могу помочь ближнему. Как я могу помочь ближнему? Потому что вот эта идея, она расшевелит внутри человека не эгоизм, результатом которого является война. Это же, ну, корень всех проблем, это эгоизм. Мне и побольше. На маленьком уровне, на большом уровне, на уровне олигархов, на уровне президентов стран. И противодействовать эгоизму можно только любовью. А любовь это от себя другому. Так вот, отдавая, вот как я могу помочь другому, это то, вокруг чего нужно объединять горожан. Люди, пережившие войну, имеют такой посттравматический синдром. И я это хорошо понимаю, потому что, кроме пастерства, я еще профессиональный психолог. И у меня есть, у меня в семье есть дети-сироты, которых мы усыновили. Я вообще имею двух биологических, шестеро усыновленных и приемных детей. Поэтому я хорошо понимаю тему травмы ребенка и ее последствия. Почему это еще одна причина, почему я активно занимался эвакуацией. Я понимал, что если мы поможем людям выехать, то последствий на них практически не будет. Но если они останутся на бомбежку в городе, то нужно будет лечить их психику. И, к сожалению, вот вся ситуация будет иметь большие последствия. Я был первым, кто поднимал в городе вопрос относительно работы психологов. И я рад, что МЧС, которая руководила восстановлением города, прислушались и в свое время прислали порядка 40 специалистов. Они работали по городу, и когда через неделю дали заключение, мои предположения были лучше, чем то, что они сказали. Они сказали, что если не работать с горожанами, то через 2-3 месяца мы будем констатировать много случаев суицида. Психологические проблемы, они перерастут, нужно будет решать медикаментозным путем. Поэтому работа по восстановлению эмоций души и духа людей очень важна. Еще хочу сказать, что люди по-разному реагируют на все, что происходит. И важно просто то, что мы делаем в городе. В городе много баннеров. Например, прощайте и будьте прощены. Или там немудрые люди думают, кто виноват. Мудрые люди говорят, как я это могу решить. То есть такие посылы на, во-первых, воспитание ответственности. А во-вторых, нельзя зависать в ненависти. Потому что если мы зависаем в сторону, идем в сторону ненависти, мы становимся ослепленными. У нас движущей силой является только вот эта ненависть к чему-то, к нашему врагу. Понятно, что есть боль, понятно, что есть трудности. Но мы не можем зависать в этом состоянии. И вот это все, понимая все это, нужно помогать людям прийти к чему-то лучшему. Что-то лучшее это любовь. Любовь не просто как эмоции, а любовь отдавать другим. Если мы сумеем в городе, вот таким словом не побоюсь сказать, раскачать вот эту волну, служить другим. Или волонтерство, или как хотите это назовите. Вот просто... Общественная деятельность, когда люди сами заинтересуют. Да, вот даже просто сосед на улице вышел и напротив соседу травку покосил. Вот кажется, это же ерунда. Ну просто покосил напротив травку. У себя и у него покосил. Вот это работает. Вот просто человек вставляет стекло, ты подошел, он ему помог. Вот это от себя другому. Вот это позволит поднять город наш. Спасибо большое нашим телезрителям. Напомню, что у нас в студии был Петр Дудник. Это... Ну и вообще и пасторы церкви. Церковь Добрая Весть. И общественные деятели. Стараемся помочь людям. Девиз нашей церкви. Коснуться Бога, чтобы помочь другим. Только вот переживая от Бога любовь, по-настоящему можно помочь другим. Спасибо всем, кто нас смотрел на громадском ТВ. Также напомню нашим телезрителям, что наш проект основывается и работает вообще благодаря исключительно только материальной поддержке. Вот это и есть от себя другому. Когда каждый из вас немного поддержал, выразив любовь. И вот в этом страна и поднимается. Поэтому поддержите просто громадское ТВ. Напомню, это можно сделать. Каким образом это можно сделать, можно узнать в интернете на нашем сайте громадское.дн.юэй. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова